Всем добрый день! Сегодня цветение двух розочек. Это Lady of Belgrad и Razaman Janon. Lady of Belgrad это Floribunda, ярко-оранжевая. У нас сейчас первая волна цветения, июль месяц. Третья климатическая зона, Кировская область. Ко второй волне куст вырастает метр двадцать, метр тридцать и в ширину сантиметров восемьдесят девяносто. Довольно раскидистый куст, побегов дает ежегодно большое количество. Каждый побег заканчивается хорошим, большим количеством цветов. В среднем пять, это минимум, а так в основном по пятнадцать-двадцать цветочков. Цветок в полном распуске до девяти сантиметров. Немножечко мельчает, если на побеге большое количество цветов. Отличительная особенность этого сорта, небольшой волнистый край у цветка. На прямом солнце цветочек выгора, до более светлых оттенков. Такой светло-кораллово-розовый. И вот только-только раскрытие цветы, ярко-оранжевое. Цветок густомахровый, серединку не показывает. Роза-сорт, стойкость прекрасная. На прямом солнце на жаре держится более десяти дней. Дождем портится незначительно. Вот так, очень здоровый сорт, прекрасно зимующий. Проверено уже в течение нескольких зим. Наших довольно суровых зим. Роза-сорт, леди оф Белград. Еще рядышком одна роза, это шраб. Роза-манжа-нон. Ко второй волне высота. Ну, как леди оф Белград, метр двадцать, метр тридцать. Куст раскидистый, ширину больше, чем леди оф Белград. Ширину где-то даже сейчас. Сантиметров сто двадцать, сто сорок. Ко второй волне полтора метра и больше. Цветет обильно. Практически без перерывов. Каждый побег заканчивается целым букетом цветов. В среднем на каждом побеге, ну вот не сосчитать, 15, 20, 30, 30 цветочков. Чем больше цветов, цветочек немножечко мельчает. Если кисть, ну вот один побег заканчивается, в среднем 5 цветочков, цветок более крупный. Чем больше цветочков, тем цветочек становится более мелкий. Особенность сорта роза меняет цвет. Одновременно на кусте можно видеть и желтые, вот только-только раскрытые цветы. Со временем приобретают розоватый оттенок, который со временем становится более насыщенным. Даже одна, один побег, одна кисть, это разные оттенки. И светло-желтые, и желтые, и уже слабо-розовые, и более розовые. Роза здоровая, неприхотливая, стойкость цветка средняя, держится 5-7 дней. На прямом солнце, на жаре, а дождем портится незначительно. Цветок не загнивает, у края лепестков становится коричневого оттенка, но не, если вот дождь не сильный и не часто, то особо не портится. Если сильная дождь, как в прошлой неделе у нас, каждый день, целыми сутками, то много цветочков я уже удалила. Это роза Розаман Жанон. И рядышком это роза Леди Ов Белград. У нас уже первая волна цветения подходит к концу, многие розы процвели. Покажу еще одну розу Шраб. Уальд Блюиден. Она уже процветает. Целые шапки цветов. Высоту кост 1,5 метра. Ширину сантиметров 80-90 метров. Цветов много. Цветочек оригинальный, красивый. Показывает серединку. Серединка более светлая. Края лепестков более насыщенного цвета. Цветет обильно. Зимует прекрасно. Отличное здоровье. Я наблюдаю за этой розой уже несколько сезонов. С каждым годом у нас становится все лучше и лучше. Повышается стойкость цветка. Цветет более обильно. Роза Уальд Блюиден. По цвету она схожа с розой Минирва. Близко роза Хайди Клум. Близко роза Ян Кусидас. Английская Дэвида Остина. Тоже близко по оттенку. Смотри, просто рядышком. Аскот, аскот. Нет, не очень близко. То, что я... Вот роза еще Кейт. Кейт английская Дэвида Остина. Тоже немножко близко по оттенку. Если у вас есть вопросы по этим сортам, пишите. Понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.